Солнечная погода – один из ключевых моментов при соблюдении технологии ямочного ремонта. Пока нет дождей, работники дорожного управления стараются использовать время по максимуму. Первым делом устраняются так называемые аварийные ямы. Делать дороги в межсезонье, а именно так называется время до запуска асфальтобетонных заводов, нужно с помощью органоминеральной смеси. Так называется холодный асфальт. Его можно использовать при температурах до минус 20 градусов. Первым делом яма вырезается до глубины 5 сантиметров. Затем канал очищается с помощью воздуходува, прогревается, после чего укладывается смесь. В настоящее время выполнено более 10 тысяч квадратных метров. Работы на сегодняшний день продолжаются. При наступлении благоприятных погодных условий будут запущены асфальтобетонные заводы, которых в настоящее время 16. За прошлый год в Брянской области через ямочный ремонт прошло 422 тысячи квадратных метров дорог. В этом году планируется всего 320, потому что, как говорят дорожники, ям стало меньше. Сотрудниками отдела технического надзора совместно с подрядными организациями ежедневно осуществляется контроль, обследование сети автомобильных дорог, на основании чего принимается решение, на каких автомобильных дорогах, каким видом ямочного ремонта используют. Вместе с областными дорогами в порядок приводят и городские. Зима оставила после себя много следов. И все это нужно заделывать максимально быстро. Мы производим ремонт дорожного покрытия при помощи рециклера. Это то бишь битумная смесь с асфальтной крошкой, варится до кипения, потом производится, соответственно, заливка аварийных ям. В Бережском районе работают две бригады – с рециклером и с холодным асфальтом. Первые выходят в две смены и за сутки успевают залатать до 25 квадратных метров. С холодным асфальтом сложнее, поэтому смена закрывается на 10 квадратных метрах. Зима в этом году выдалась снежная, на дорогах много сложностей, много дефектов. Ну, с этой ситуацией, я думаю, мы все-таки справимся. Подобным образом работают бригады и в остальных районах города. На этот год запланировано порядка 30 тысяч квадратных метров на ямочный ремонт. Столько же на восстановление и порядка 25 тысяч квадратных метров будет заделано струйно-инъекционным методом. И еще порядка 5 тысяч квадратных метров заложено на тротуары. Что касается по зимнему содержанию в настоящий момент, то мы уже перевыполнили план на 300 квадратов. То есть, и пока еще погода не утвердится, скажем, не будет у нас бетонной эмульсии, пока заводы не запустятся, скажем, мы тоже зависим от погоды и от заводов, да, предприятий, пока не проведутся аукционы, торги на поставку этого материала, то есть, то будем работать с этим видом. То есть, ну, я думаю, что больше, чем в том году, однозначно выполним и холодной асфальтобетонной смесью и рециклером. Если погода продолжит идти на плюс, то к 8 апреля заработают все асфальтобетонные заводы. Многие предприятия уже готовы сейчас. На данный момент происходит подготовка к дорожно-строительному сезону. На данный момент асфальтобетонный завод, находящийся в городе Сельцо, полностью готов к выпуску асфальтобетонной смеси на предстоящий сезон. Ведется активная заготовка материалов, также модернизация оборудования. Среди дорожников есть поговорка. Самый главный ремонт – тот, который хорошо сделан летом. И когда заводы выйдут на линию, дорожные службы постараются сделать быстро и надежно, чтобы в следующую весну ямок было еще меньше. Игорь Умаров, Сергей Дюков, Анатолий Чекригин. События. Брянск и Брянский район.